всем привет так вышла с подъезда вот слушайте у меня сегодня намного лучше нога я ее загибаю вот только в пятку иногда отдает сейчас супруг подъедет он сегодня на работу и меня заодно отвезет не знаю взяла курку потому что дождь обещали нет обшиблась на улице 20 градусов так-то тепло можно и без курточки бриджики одела вчера жара сильная была вчера я доехала бесплатно вызываю такси тайм драйверу зашла поздоровалась сказала адрес ну я же не обращаю внимания там да я бы ее не узнала он говорит я вас не узнала я говорю я вас не узнала короче это было охрана он говорит вы куда едете какое место там я его называю он говорит ой так я же тоже туда еду на работу я так к нему приглядываюсь говорю ой это ж вы меня говорю когда я упала поднимали возле собак он да ну так что он на работу говорит я не буду с вас деньги брать я говорю да возьмите говорю это ж ваши работы они так через сутки сейчас работают они и короче это не стал брать деньги я говорю пусть хоть вам сегодня повезет а то я точно себя уже как с тех с того французского фильма чувствую невезучие в доме вторник еду на работу ой какой левиин сразу все потемнело видите как цветочки наши красивые так ребят не могу поставить не как камеру делать жарить макароны замочила мясо супец сварим супруг должен овощи привезти суп не знаю какой греченый что сварить некуда приколиться так и дым ты дым сегодня рам с работы ехала сыном не обращайте внимание локти это не грязные это из-за зубы темнеют что у меня ноги знаете думают что они у меня грязные хочу похоже видите как это гормоны это щитовидка они меня с молодости темные такие и временами бывали подходили опять розовыми становились игра гормонов короче ну ладно не об этом сейчас короче сегодня я познакомили ты познакомился своей девушкой который уже не встречались и живут вместе вот года года конечно нет еще начали где-то встречаться в октябре передом года а вот жить я не помню куда он перешел ну как бы он постоянно ходил туда ходил встречались и не встречались а вот и до встречались что он переехал наверно после нового года уже честно говоря ничего могу сказать девушка так заочно знала что-то мне сегодня все колотит на меня сегодня чашка свалилась то белое что-то мне все это на ногу опять больно упала что-то чашку мыло свалилась мне на голову кастрюлю надо поставить ну и тоже новости у нас еще у меня и бывшая сноха выходит не ходит замуж уже выходит прошло и года после развода но в принципе я рада за меня мужчина хорошие тоже его мы с ним не познакомился официально но не про него знаем и те же забираем она тоже переехала к нему так что хата стоит пустая продавать конечно ее нет сейчас смысла квартиры дорогие вообще и растут дети и как бы это все равно там будет квартира сыновей что 1 что 2 так что пока вопрос не стоит единственное что стоит она пустая но еще знаете я как бы предложила им сдавать потому что все равно не лишние как бы деньги более есть но я не предлагала еще хочу предложить потому что закон услуги по любому мы платим вот наша сторона тепло все равно будем оплачивать этом никто не будет жить а так бы люди жили хоть бы оплачен вы как бы нет сумму небольшую тем более мы есть возможность знакомых дать но единственное что не знаю как у них пожениться то не пожениться как у них сложится дальше в руки захочется тоже на территории она мужа живет его дом слой вот мужчина старший как бы все нормально будет хороший человек тоже в разводе вся жизнь такая не знаю все разводятся ищут чего-то ищут друг друга мы вот нашли никак не можем хотела смотюкнуться не знаю наверно я такой человек для меня семья главное вот для молодых сейчас главное личное счастье я говорю по детей не забывайте воспитывайте ну уже как бы ходят в гости вот эта новая девушка приняла в общем они уже ходили в гости к ней короче сближаются так сказать конечно после развода еще года не прошло но я сыну говорю не торопись что сразу жениться то живите сейчас что жениться то уже раньше ладно вы молодые поженились еще учились в колледже беременность это раньше сейчас все равно надо как-то обдуманно обдуманно не знаю не хочет пусть женится я тоже не против просто конечно у него это тяжелый был развод в такие 8 лет как парень девушка молодости первая любовь ну юношеская любовь не хочу сказать со временских девочек вот и вот такие у нас новости с одной стороны и радостные и уже чего жалеть все равно общаются еще детей видимся как она была для меня дочь моих внуков она родила так и останется отношения нормальные переписываемся всегда она привозит детей или там сын забирает короче общение нормальное надеюсь что у нее тоже там все сложится хорошо главное чтоб не повторяли своих бывших ошибок вот самое главное вынесли урок со своих разводов и не повторяли эти ошибки надо быть друг другу терпимее меньше надо посвящать свою жизнь на мой взгляд подружкам подружкам друзьям все таки семья это я понимаю семейными дружить а вот так вот одинокими там ну там много было у них так сказать вредитель своих семей со стороны вот значит так надо было так если все произошло вот такие дела пусть у них у обоих будет все хорошо внуки самое главное к нам приходят вот грустно то что хотелось бы чтобы они как бы всегда были вместе ну не пошло не пошло уже это невозможно было бы потому что это могло бы закончится трагедией или с той стороны или с этой так что уже до такого не надо доводить вот чтобы не было потом лучше один раз порвать пережить переплакать так сказать любовь ой у меня что-то горит вот такая уже варенька вкусная получается ребята уже себе добавки положила такие вкусные спагетти получились хрустящие вкусненько из колбасочка из салатика сейчас еще похрустим я их хотела собакам отнести хух-хух-хух-хух само как собак съели которые просто отварены ничего не будет не с переправой засыпаю сейчас еще супчик приготовлю на завтра гречневый если гречка найду это не помню брала я гречку нет это вместе закупку все мы делали по-моему нет мы же каждый день ходим магазин что в разводе виноваты двое однозначно не всем удается начать все сначала простить обиды белого листа накапливается и то же самое получается так что просто мечта выстраивать отношения комфортные для обоих значит речь конечно идет об уважении порой семьи это когда теряется уважения тогда уже любовь не поможет мое мнение прежде всего надо уважать свою вторую половинку для меня уважение это забота муж жене жена обуви работа и уважение даже больше чем любовь на любовь она сама собой без любви же ты не сможешь жить с одним человеком в одном пространстве каждый ходит 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 но объелась а все равно доем Я, знаете, перестала ночью есть. Гормоны по-другому играют. Посмотрим, что зимой будет. Завтра уже и не... Ребята, а через месяц у меня отпуск. Так хочется к своим. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. Не была там 3 года у родителей. Последний раз в 19-м году на поезде на машине уже в каком году. Даже не помню на машине в каком году мы приезжали. Хоть убею. В 17-м была на поезде, в 14-м была на поезде. В каком году мы последний раз на машине ездили, не помню. по фотографиям посмотреть. Мой супруг еще не был. Дольше. Наскачу и скобасочка. Копчу некая. Нет, все, хватит. Бьюсь об руках. Хватит. О, измазала, сука. Не тряпочками. Так, по своим подолам, по лесам, по своим курортам был. по санаториям, да. Ну, куда-то далеко лететь. Уже не хочется, просто даже желания нет. А, я бы в Китай бы съездила. В Китай или в Корею. Там мне нравится их еда. Не знаю. Мне нравится, как едят китайцы, корейцы. И Грузия, конечно. Наши, Казахстан. Вкусные, да, русское все вот это. А, в Германии бы. Короче, я бы в этот съездила. Так называется он. Пищевой, да? Нет, не пищевой, как-то по-другому. Тур-тур. Кулинарный, наверное, или как-то. Ну, вот такой я съездила. Точно. А загорать вот это пляжи, это не мое. Не, в море можно искупнуться. Да, я купалась в море. Я его видела. Ладно, все, пока-пока. Спасибо, что были со мной. Подписывайтесь. У меня такое какое-то настроение сейчас. На настроение сонливость какая-то напала. усталость после рабочего дня, обжорство и сон. Я, кстати, уже третий день так после ужина засыпаю, потом стою полдесятого, начинаю там что-то доготавливать, что-то убирать часов до 12, потом опять. Ну, короче, такой какой-то старческий режим начался. Ладно, все, всем пока, на веселой ноте. Это был последний влог май. Ну, все, ребята, доварила я гречневый супец с гречечкой. Ммм, какой ароматный, ребята. С говядинкой, с зеленушечкой. Вкусненький супчик. Все, выключаю. выключаем. Вкусненький, Продолжение следует...